Всем привет! Автоотелье Corvus Gold, Нижний Новгород. Сегодня поставили в работу Fiat Doblo, по-моему, называется. Вот такой автобус, бургончик, вернее, грузовой. Так, ну, как всегда, проблемы с коррозией, металла, крыша, стойки вокруг стекла лвового. В сеточке пошла краска уже на крыльях, на обоях, вмятина на капоте. На капоте помимо вмятины еще вот такая вот прелесть, надо будет лечить. Так, ну, понятно, сеточка тоже самое, уже красили, обновляли, видимо, краску, все, на резинках осталось. Здесь сколы, которые цинк потом, оцинковка вымывается, пескоструем и начинает ржаветь вот таким образом. Так, молдинги я уже снял под молдингами, слава богу, металл весь живой, не так, как на Мерседесе Sprinter, который я не так давно реставрировал. Пороги у нас, естественно, все зацвели, вытерты с дверями. Больше проблем, все решаем, дыр нету, и это хорошо. Так, вот под задним молдингом он прям прилип на краску. Чего-то здесь сделали, обновляли, и вот здесь вот уже опасная штукенция. Вот это вот отверстие отгнивают и становится шире. Их надо обязательно обработать, кислотой вытравить. И после того, как установим клипсы изнутри, изнутри будем разбирать вот эти вот обшивки и через них будем задувать антикор. Вот, чтобы у нас изнутри ржавчина не пошла дальше. Так, правая сторона немного лучше. Здесь тоже видно следы ремонта, что-то делали, красили. Вот рыжик остался. Вот, тут то же самое. Что-то какое-то сранье покрасили вместе с порогами, и пороги все зацвели. Их надо очистить до металла, залить кислотой, чтобы ржавчина максимально погибла. Вот, и потом будем закрывать эпоксидным грунтом, как обычно. Ну и дальше раптором. Здесь у нас пойдет белый раптор. Вот, ватерлинию будем делать, отсекать. Вот, и крылья, капот, крышу мы будем делать. То есть у нас вот так вот коса пойдет, и вот так вся крыша будет краситься над лобоухой. Резинку снимем, все протравим, капот исправим, вмятину вытянем изнутри, все вычистим. Капот придется снимать, чтобы вот по-хорошему вытравить внутреннюю ржавчину. Вот, все остальное по месту вышкурим, вытравим и покрасим. Приступаем. Еще забыл сказать, что здесь сломана ручка. Открывается сейчас эта дверь, боковая сдвижная. Изнутри только. Вот, ручка купленная. И ни разу не менял я на таких автомобилях. Ручку поменяем. Это она фирма ZIGMAR. Если у кого-то сломалась, вот код запчасти. Это, видимо, оригинал. Вот этот вот. А вот этот ZIGMAR. Так, буквально 5 минут, как я зашкуриваю. Вот, хотел показать. Видите, да? Я специально каждое отверстие буду расшкуривать максимально ореол. Смотрите, тут сколько слоев, как у дерева. Вот. И под самым нижним слоем, смотрите, вышкуривать надо до тех пор, пока не будет чистого металла. Здесь у нас под краской ржавчина. Сами понимаете, под молдингом это вот так вот закрыто и не видно. Ржавчина создается парник, и ржавчина начинает есть внутрь металл. Снаружи у вас, как скорлупа такая, выглядит. То есть спучивает краску, и какая-то скорлупа получается. Вот, допустим, тоже. Это тоже надо расшкуривать. Я сейчас поставил 80-ку вместо 180-ой шкурки. И тут слой очень толстый получился. Большой пирог из краски. Смотрите, грунт, металл, грунт, краска родная, потом еще раз краска, потом опять грунт, опять краска, потом еще раз грунт и еще раз краска. Четыре раза красили, видимо, автомобиль. Видно, прямо по краске еще раз грунт наносили. Надеюсь, что это грунт эпоксидный, и он свою работу сделал, но в местах, где крепеж, из-за того, что не обработали изнутри. Вот как раз вы, когда пистон вставляете, пистон настолько жесткий, он может процарапать краску до металла. Вот, и из-за относительной влажности воздуха металл начинает покрываться сначала ржавчиной, потом тонкой пленкой, окисла. И потом уже под краску идет. И, естественно, когда молдинг закрыт, вы это никогда не видите, пока у вас молдинг просто не отвалится. Здесь вот такая вот дыра вокруг этой крепежной, вокруг этого крепежного отверстия становится. Поэтому, мой совет, настоятельно рекомендую каждое отверстие техническое, которое есть у вас, обязательно расшкуривайте вот так вот до металла, пока не будет у вас чистого металла. Потом этой кислотой обрабатывайте. Ну и плюс, у вас еще плюсом будет то, что много слоев краски, у вас пистон не до конца защелкивается. Вот, плохо держит. То есть, местами там, где снизу, вот видите, скол какой получился. Это вот скол, как раз я вынимал пистоны. Вон она просто, откалывается краска. Вот, плохо очень держался молдинг за счет того, что пистоны не до конца были защелкнуты. Проблем только вот в толщине краски. Здесь максимально тонкий слой должен быть. То есть, эпоксидный грунт и краска. Здесь мы раптором грубым не будем красить. У нас вот так вот под молдингом. Сейчас вышкуриваем, потом заливаем грунтом эпоксидным. Потом покрываем тонким слоем раптора гладкого, сушим, закрываем молдинг на место, оклеиваем его. И вокруг уже получится у нас голубая структура для механической защиты. Итак, снял я и начал вышкуривать, да. Снял вот эти вот пороги. Ну и под ним такая вот срань, которая под ковролином надо лечить. В водительской стороне еще больше. Там гораздо страшнее, там еще и влага держится. Все сырое, прям все сгнило на проводке. Видно, блестит эта влага. Такая вот срань. Сейчас приезжал владелец и решили, что надо полностью разбирать все и лечить. Так, поменял ручку еще. Сейчас пока хозяин автомобиля ждал. Ручку новую поставил. Но возникли и тут проблемы. Сгнил тросик нижний, который убирает фиксатор двери. Просто пополам развалился. Ну, не пополам, а в нижней части, где влага была, тросик вместе с кожухом нахер развалился. Думаю, что не тянется. Хотел, думаю, снять, смазать его. Он, оказывается, просто сломан. Подгнил. Так, ну, чего еще? Чего еще? По дверям я все разобрал. Внутри все более-менее хорошо. Никакой ржавчины нет. Но только вот, то, что я показывал, внизу есть. Это скольчики были, видимо, и дальше попало. Вот. Но это ничего страшного. Это можно вылечить. То есть, основная у нас ржавчина получается на полу. То есть, пол салона. Надо будет разобрать. Процедура. Расскажу чуть позже, после того, как начну. Приступлю к этой процедуре. Ее обязательно надо соблюдать, для того, чтобы у вас кузов дальше не гнил под ковролином. Но пока все. Итак, конец второго рабочего дня. Наружка кузова, кроме капота, все сделано, обработано. Так, что-то не фокусируется. В общем, еще разок прошкурил я уже вчера обработанную правую сторону. Вот где были на стыках, здесь в швах, замазаны шовным герметиком. Все вырезал, прочистил и залил кислотой. А вот порог у нас уже побелел. Хотя буквально там полчаса назад я его побрызгал. Так, то же самое здесь, вниз двери уже побелел. И все. Так, крыша. Все кисточкой аккуратненько помазана. Да, решил посмотреть без вышкуривания, как будет работать кислота или не будет. Но это для пробы. Как многие знают, когда окисел есть, верхняя часть рыжья, которую мы видим, она как скорлупа. и вот как раз наглядно показывает, если это скорлупа целостная, кислота на нее никак не влияет на ржавчину. В реакцию не вступает. То есть, пленка какая-то образуется, но ржавчина не убивается, поэтому обязательно надо сначала зашкурить, а потом уже заливать кислотой. Иначе ни хрена у вас не вылечится. Второй порог тоже водительский. Я даже вот здесь не вышкуривал, побрызгал на голый металл. Здесь уже варили, поэтому залепили какую-то раннюю, которую я отодрал виброизоляцию. И под ней чудеса чудесные. В общем, ждем пока кислота отработает, она на местах реакции подсохнет. Вот. Все лишнее, которые капельки есть, вот на краску попали. Они разъедают краску немного. Так что если вы будете опрыскивать из-за распылителя кислотой, этот момент учтите. Попадет на краску, там где вы красить не будете. У вас будет полоса, останется. Такие вот полосочки будут. от кислоты. Поэтому если вам надо удалить ржавчину только участком, пользуйтесь кисточкой, как я делал вот на крыше, чтобы никаких потеков не было. Завтра занимаемся капотом, разбираем салон, снимаем ковролин и ужасаемся. А на сегодня все. Забыл показать, как выглядят круги. я не знаю, чем покрашено, но вместо того, чтобы краска сошкуривалась, она просто забивается в круги. И все. Ну и так выглядят зачистные круги после порогов. на порогах пятерной или шестерной слой. Я не знаю, очень много времени потратил, считайте, по дню на каждую сторону, просто, чтобы вышкурить до металла ту срань, которая нанесена на пороге. Сегодня воскресенье, надо будет пораньше сваливать, время уже шесть вечера, 23 июля. Посмотрим, сколько у нас времени уйдет на этот автомобайл. То есть, начали вчера, в субботу, 22 июля. Посмотрим, когда закончим. Погнали дальше. Короче, по капоту беда прям. С обратной стороны, вот здесь вот кромки все ржавые, под герметиком. Здесь куча шпаклевки на рожи была в передней части капота. Ее пришлось сюда металла сошкуривать, потому что там вот такие вот проблемы. Куча точек ржавых, которые надо лечить, иначе она зацветет даже под краской. вот вмятинки вытянул, там еще надо будет проявляющий грунт положить и дотянуть. Наверняка здесь у нас вмятина, здесь вмятина, шпакля была, здесь вмятина. В общем, достаточно прилично. Второй слой внутренний металла, который к верхушке приклеен. Он уже подгнил сильно, и я залил сейчас с обратной стороны кислотой. Надеюсь, что получится хотя бы на какое-то время остановить это все говно. По-хорошему, естественно, надо половинить весь капот на две части, внутреннюю, полотно и наружную. Но мои задачи это не входит, лечим по максималке то, что доступно. Так, грунт и потом только шпаклевка. Еще раз повторяю, сейчас шпаклевка уже подсохла, можно будет вышкурить и уже еще раз потом грунтом залить. Кузов у нас весь залит грунтом, в том числе пороги внутри дверей и вот у нас вот такой коллапс случился. Старую краску стрёмную, вот эту многослойную, непонятного качества, ее в одном месте вот здесь на крышке задрало. Так, грунт мы сушим по-хорошему, сейчас покажу как это говно лечить. есть вот такая вот штука, называется изолятор от реофлекса. Это вот как раз для тех протиров, которые пучит. То есть, еще раз вышкуриваем, покажу левую часть. Обычно я крашу мокрый по-мокрому, но у нас здесь есть следы ремонта, вмятины. Их надо будет шпаклевать, и шпаклевать естественно надо будет на просохший грунт. Вот. Итак, вот это говно когда высохнет, оно высохнет завтра, его вышкуриваем, изолятором пылим тонким слоем, и этот изолятор не даст дальше вот эти активные растворители, которые присутствуют в грунте, они не дадут, как раз вот этот изолятор не даст поднимать еще раз вот это вот место. Так, у нас наружка покрашена вся, я уже собираю кузов, и хотел показать в начале видео, я забрызгал без обработки ржавчину прям поверх скорлупы не зашкуривая, но все равно, как видите, ржавчина, кислота немного победила. Естественно, там остаются очаги, которые пока, так скажем, в глубокий сон ушли, но из-за того, что скорлупа есть, и будет парник, в любом случае, это надо будет счищать по-хорошему и уже по-нормальному красить после обработки. Так, пока у нас стандартная шагренька, вот такая вот, на просвет будет видно. Сейчас ставим молдинги, заново все оклеиваем и будем уже наносить грубую структуру. Почему не сразу, потому что на грубую структуру уже молдинги будут плохо садиться, поэтому сейчас вставляем молдинги в отверстие и на места ставим, устанавливаем капот. Здесь через отверстие все продуваем антикором. Ну и крыша у нас все готово. Все собрано. Так, ну, вроде все рассказал, показал, сейчас ставим молдинги и вот эту полосу от колеса до колеса задуваем грубой структурой. Погнали. Так, последняя процедура, завершающая окраску, это у нас нанесение грубой структуры на основной раптор, который цвет мы создали. Вот. У нас есть, имеется такая вот структура, сейчас мы из нее сделаем грубую для того, чтобы у нас максимальная механическая защита была. Вот, как она делается. Мешаем все то же самое с отвердителем раптор готовим и потом на давлении полтора килограмма делаем регулятор, вешаем на пистолет, сейчас я его найду, вот такой регулятор у нас имеется, да, и выставляем на 2 атмосфера, 2, полтора, вот так вот, в зависимости какую вам надо структуру, вы сами увидите, как пылит, то есть она начинает поливаться краска, а точнее краскопульт. У нас здесь шестерка идет, сопло, и когда давление убавляете до минимума полтора-два, и у вас начинает поливаться пистолет, то есть не такая вот ровная структура получается, а плевки, вот, но зато эти плевки шикарно смотрятся, потом эту поверхность мы матируем, которая у нас окрашена, рожу мы не красим грубой, крышу мы не красим грубой, вот то, что у нас оклеенные есть, мы сейчас проходим скотч-брайт красным, и начинаем поливаться для того, чтобы у нас грубая структура получилась, надеюсь, ясно объяснил, ничего, разбавлять, добавлять в раптор не надо, и все, только за счет давления делается, погнали. Ну что, у нас вот все готово, а вот структура, которую я называю грубая, защитная, максимальная защита от механики, от веток, от пескоструя, от солей, которые зимой посыпают на дорогу, все это краску, шкурит, так скажем, простому, и в итоге до металла это все может сточиться, чтобы защитить вот такую вот структуру, разницу. Посмотрите, здесь и вот она, стандартная структура. естественно, если вы красите в два таких разных слоя, обязательно учитывайте, что расход у вас краски намного увеличится, потому что такую структуру делать, сами понимаете, расход немалый. так, ну и пороги тоже с одной стороны покажу, то же самое, максимально грубую структуру залил, так, чтобы, когда вы ноги поднимаете на ступеньку, чтобы у вас ничего не обтачивалось до металла вашими ботиночками. Так, у нас все просохло, теперь последняя процедура по наружке это обработка подкрылков, подкрылков именно места крепежа. Тоже очень важная деталь, которую нужно делать процедуру. То есть откручиваем вот здесь вот саморезы, которые закручены обычные. Сейчас покажу. Ну, вот они. Они уже все подгнили тоже, покрылись ржавчиной. Их откручиваем, обрабатываем саму кромку без покраски и ну, то есть кислотой там, где надо зашкуриваем, кислотой обрабатываем и уже обрабатываем антикорум непосредственно сразу. здесь должен быть подвижный состав, не краска, потому что пластик очень мягкий и он постоянно на кочках от вибрации деформируется, перетирает краску, так что краска здесь не поможет ни в коем случае. Нужен жидкий антикор, который не пересыхает. Вот, ну и новые саморезы. Отверстия, которые есть здесь на подкрылках, с двух сторон обрабатываем сначала кислотой и потом уже антикором. Также с двух сторон берем кисточку и обрабатываем. Антикор у нас такой Defender Clear Oil. Но это масло такое, которое не пересыхает и вот его основные характеристики. продается на обычных площадках торговых. Рекламировать их не буду. Забивайте Defender Clear Oil и покупаете для скрытых полостей. Есть аэрозольный также этот же антикор и еще есть вариант аналог ML DENITRAL вот то же самое ML только. Так что покупайте. Вроде все работает. Но во всяком случае сейчас я использую и кислоту этого же бренда. Но вот увидел в строительном магазине свою любимую кислоту и купил две баночки именно на этот автомобиль. Тот еще не пользовал. В арсенале он присутствует. Так, что, понарошки все рассказал, показал. думаю, на этом этот обзор можно заканчивать и в следующем видео вы увидите обработку внутри в салоне. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мне будет приятно знать, что записываю для вас для вас не зря. Всем добра, фортуны и бабла. форта. Как люди они различные эти вещи